Здарова народ, с вами Готика, с вами Сократ. Последний видеоролик был посвящен, правильно, офицерам наземным, воздушным, как их ставить, посмотри, если еще не успел. И поступило очень много вопросов, а собственно, какая авиация лучше, выбирая между советским и немецким бомбардировщиком, допустим, или по истребителям, почему такой выбор у меня? Я хочу об этом поговорить именно сегодня, именно в этом видеоролике. Насколько вы помните, я выпускал видеоролик по авиации месяцев 8-9 назад, когда ее впервые выпустили, и там я настоятельно рекомендовал ее не прокачивать, но спустя год игры я могу вам сказать, что это немного не так. Конечно же, нужно качать авиацию, и в первую очередь у каждого человека, не в зависимости от его ранга, силы, возможностей, альянса, сервера и так далее, лучше всего качать первым юнитом истребитель. А какой именно истребитель-то качать, если его качать первым? В этом ролике мы об этом и поговорим. Он будет полезен не только тем, кто уже играет давно в игру Warpass, но и для тех, кто только-только, так сказать, к нам приходит. Ведь у него нет авиации вообще, и у него полная свобода выбора, что же ему прокачивать. И, конечно же, наш сервер 19-й, клан у нас Готика, переходи к нам на сервер, если хочешь большую, сильную, дружную компанию, так сказать. Погнали! Так, ну а смотрите, начнем мы в первую очередь, собственно, с того, а какой лучше всего использовать бомбардировщик. С истребителем чуть-чуть сложнее. Тут надо откладывать в голове мысль, что помимо истребителей, бомбардировщиков, авиации в целом, у вас есть еще и какой-то пласт наземной техники. И если, предположим, вы берете СТ-шку советскую, Катюшу, туда добавляете советскую зенитку и так далее, гаубицу, то в конечном итоге вам будет тяжелее прокачивать авиацию, потому что на нее тоже нужны будут потом, когда-то в будущем, и прототипы. Ну и делать, в принципе, 4 юнита из одного лагеря 7-2, это тоже, на самом деле, тяжело. Но если мы абстрагируемся, в принципе, от лагерей, да, и не будем смотреть на наземную технику, я хочу вам продемонстрировать именно свои выводы, что касается всей авиации целиком. То есть мы не смотрим на наземку, мы смотрим только на авиацию. Смотрите, у бомбардировщиков и истребителей существует несколько понятий. Первое, у истребителей есть такие понятия, как перехват, возможность создания радиопомех и маневренность. Также у нас есть огневая мощь общая на все самолетики и прочность общая на все самолетики в вашей пачке. Что такое перехват? Это количество урона, которое вы наносите, когда впервые вступаете в бой или когда вы делаете перехват. То есть вы много раз видели, что самолетик ваш летает, он не атакует, за ним летит вражеский самолетик, он атакует, и в какой-то момент картина переворачивается, и ваш начинает атаковать. Вот, собственно, вот этот первый выстрел, то, когда он наступает, и то, сколько урона вы нанесете, зависит от показателя перехват. Возможность создания радиопомех. Это такая функция, которая снижает урон вражеских бомбардировщиков. То есть вы много раз это видели, когда, допустим, американский бомбардировщик, который бьет на 7 клеток, заходит на цель, допустим, там стоит 3 артиллерии, да, и одной наносится много урона, а двум другим не очень много, да. Или наоборот, вы всех сразу сносите одновременно. Вот, если особенно много бомбардировщиков вражеских в зоне вашей бомбежки, ваш урон будет намного меньше. Даже, несмотря на то, что по вашему самолету стреляют, по бомбардировщику, сам факт нахождения вражеских истребителей в зоне бомбардировки свидетельствует о том, что урон бомбардировщиков будет меньше. Поэтому, если на вашего союзника летит много бомбардировщиков, допустим, Рой, и там нету истребителей, и его просто бомбят, кидайте на эту будку любых истребителей, чтобы создавать радиопомехи и снижать урон. Дальше, следующий показатель, это маневренность, это, естественно, уклонение. Как и в любой игре, чем выше навык, чем выше показатель маневренности, тем меньше вероятность того, что по вам попадут. То есть, сработает уклонение, и часть патронов уйдет в молоко, либо пойдет по сниженному урону и так далее. То есть, уклонение, это очень офигенный навык. Вот, это что касается навыков истребителей. У нас есть еще и бомбардировщики. У нас есть время бомбардировки, маневренность, но есть такой показатель, как стабильность. Значит, это контрмера возможности создания радиопомех. То есть, чем выше этот показатель, тем больше урона вы наносите в тот момент, когда на вас действует радиопомех. Вот, если это прям азы взять по началу, чтобы понимание вообще было, что это за параметры, потому что я буду много на них ссылаться в этом видеоролике. Переходим к бомбардировщикам. У нас есть с вами американский бомбардировщик, который наносит урон по семью клеткам. И, соответственно, он летит до точки, сбрасывает бомбы, возвращается обратно. Передвигать его нельзя. Он вылетел, все, он летит туда. Он не преследует цели, он наносит урон по семи клеткам. Этот бомбардировщик эффективен только в двух случаях. Первый случай. Уничтожение вражеской артиллерии, причем неважно, она атакует вас или вы атакуете. Очень много бывает, когда артиллерия просто находится в поле. И в этом случае вот этот бомбардировщик эффективен. Также 10-12 максимально прокачанных бомбардировщиков, 7-2 или 8-0, легко сносят вражескую базу. А, соответственно, поначалу, и не только 7-2 будут сносить вражескую базу, ведь новичкам тоже. У них там бомбардировщики 7-0, но и базы тоже не 32-го уровня. Поэтому эффективность бомбардировки против целой базы роем работает. Но у нас скоро выходит патч новый, в котором будет усилена противовоздушная оборона нашей базы, и зенитки будут бить сплэш-атакой. То есть с базы будут выстреливаться урон по авиации, и наносится урон всей авиации. Какой будет урон, пока неизвестно. Будет 100% сплэш, или как у артиллерии Катюши сделали, что он там чуть-чуть наносит. Но если урон будет наноситься как по одному самолету, но будет наноситься по всем, то это жестко в плане дизморали тем, кто собирает американские бомбардировщики, потому что уже будет неактуально бомбить вражеские базы. Можно будет только работать по артиллерии. Теперь у нас есть советский бомбардировщик и немецкий бомбардировщик. Я отдал предпочтение именно немецкому бомбардировщику. Почему? Во-первых, у немецкого бомбардировщика, несмотря на то, что у советского есть такая бонус-лагерь, как нанесение урона по танкам. То есть он наносит больше урона по танкам вражеских лагерей. То есть его основная цель точечного бомбардировщика это уничтожение элика, стэшек, танков, вертолетов, которые преследуют или катаются по вашей территории и сносят ваши же резервы. Он отлично наносит урон и по артиллерии. Это не значит, что он только против танков эффективен. Но его имеет смысл точечный бомбардировщик запускать на «Катюшу», условно, на танки и так далее. Но, исходя из того, что и советский, и немецкий бомбардировщик снесет в любом случае «Катюшу» и артиллерию, в принципе, не в зависимости от лагеря. Но, посмотрите, пожалуйста, «Семь-два» бомбардировщик имеет огневую мощь 571 тысячу, да, суммарно на всю вашу грядку, да. Маневренность 168, да, и стабильность 66. Параметры запомнили, зафиксировали. Переходим на немецкий. У немецкого 731 тысяча. То есть, то есть, на 40% немецкий бомбардировщик наносит больше урона, чем советский. Вы можете сказать, что, ну, Сократ, у тебя лагерь не прокачан, технологии не прокачаны, да, или еще что-то. Но, поверьте мне, 200-миллионный аккаунт, да, 200-миллионный аккаунт с продвинутыми всеми технологиями. Мы берем вкладку «Самолеты», да, мы видим, насколько у нас прокачана техни... вкладка «Авиации». Огромный бонус к авиации в целом мы имеем, да. И у нас уровень перехвата высокий, и прочность истребителей, да, и урон, и так далее. То есть, у нас тут все, в принципе, круто. Поэтому 40% к урону больше, чем у советского, дает нам преимущество в воздухе. Да. Теперь, есть такой показатель, как маневренность. У нашего бомбардировщика 144, а у советского 164, да, по-моему, или 166. Но на 20 единиц это много. Это много, да, вроде бы кажется 140, 160, это много, поверьте. Это 10% разницы. Это очень много. Но наш точечный бомбардировщик не летит убивать цели, где вражеских истребителей очень много. Как правило, точечный бомбардировщик реже попадает под атаку, потому что он бьет по своей территории, да. То есть, вы должны убивать резервы, точнее, сохранять ваши резервы, убивая вражеских эстэшек, элек, там, вертолетов и так далее. То есть, этим бомбардировщикам нужно прикрывать тылы, ваши тылы, да, от точечных ребят, которые летают и уничтожают, собственно, ваши резервы. Для этого и нужен этот бомбардировщик. По нему, как правило, как правило, истребители не пускают вдогонку через всю территорию. Поэтому навык маневренности, да, уклонения, по сути дела, нам и не играет роли. Именно на этом бомбардировщике бывают случаи, когда его нужно запустить в бой. Но, тем не менее, стабильность у них одинаковая. Теперь по прочности. 406 тысяч, я не помню, сколько у советского. 406 тысяч, тут 419. В принципе, прочность в пределах допуска. Но разница-то в 200 тысяч урона. Это огромная разница. И смотрите, бонус лагеря бомбардировщиков у немецкого и советского. То, что бомбардировщик наносит максимальный урон всем юнитам в пределах одной клетки. Как вообще работает игра? У нас есть клетка, в ней расположено, условно, там, 10 танков, да. Когда вы наносите, допустим, урон артиллерии, не все танки получают одинаковый урон. Какой-то танк в пределах клетки получит больше урона, какой-то меньше. На полоске здоровья, да, там, ну, грубо говоря, она уменьшается. И вы, в принципе, все равно. Но какой-то танк пострадал больше, а какой-то меньше, да. И, соответственно, после того, как прошел урон, этот танк может пойти лечиться. Или, там, спунер может его отличить, да. Или, в принципе, ваши союзники подъехали, начали по этому танку стрелять. И чем больше вы уничтожите танков в пачке, тем, соответственно, будет в совокупности слабее огневая мощь всего отряда. Так вот, этот вот навык позволяет нанести равномерно максимальный урон, да. То есть, он наносит одновременно урон всем юнитам в пределах одной клетки. Это хороший навык, да, для этого лагеря. Поэтому немецкий бомбардировщик настоятельно рекомендую, если выбирать между немецким и советским, да. И мы не смотрим на такой показатель, как лагерь, бонус лагерь и так далее. Теперь переходим к истребителям, да. Истребители у нас трех лагерей. Советский, немецкий и американский, да. Советский истребитель имеет максимальную маневренность. То есть, американский имеет максимальный урон, немецкий имеет максимальный уровень перехвата, да. О чем мы говорили в начале ролика. Я, играя уже очень-очень много, полтора года, имея аккаунтом на 6 миллионов убийств, да, топ-2 по всему серверу. Ну, то есть, как бы хороший боевой опыт, как вы понимаете, да. Я с высока прожитых лет в этой игре, так сказать, могу посоветовать лишь только одно. Маневренность в этой игре, с точки зрения авиации, это must-have. Чем выше уровень маневренности, тем живучие ваши самолеты. Неважно, фактически неважно. Даже если прочность одного самолета в два раза больше, но уклонение у него маленькое, по нему будет проходить больше урона, и он будет дохнуть быстрее. Чем выше разогнать навык уклонения, тем лучше для, тем лучше для, собственно, истребителя, да. У нас есть с вами офицер-ведьмачка, который первым навыком увеличивает и маневренность, и стабильность. Поэтому она подходит для и авиации, истребителей, и бомбардировщиков. Она увеличивает на 40%. 40%! Это огромный показатель. Она бустит, что бомбардировщиков, для того, чтобы наносить максимально больше урона в зоне действия вражеских истребителей, да, которые делают радиопомехи. И максимально бустит истребителей, для того, чтобы те делали уклонение во время вражеских атак. Таким образом, получается, что у нас есть с вами такой порядок уклонения. Давайте пройдемся по показателям, в принципе. Смотрим. Огневая мощь 858 у истребителя. 858 у истребителя. 204 маневренность. 66 помехи, 162 перехват. 162 перехват. Дальше. Американский. Имеет очень максимально хорошую огневую мощь. 875 тысяч. Маневренность 240. То есть уже на 30 единиц больше, чем у немецкого. Радиопомехи такие же, перехват 150, у того, по-моему, 160 был. 162, да. То есть разница в 10% в перехвате, но тем не менее в маневренности аж 20% у него лучше. Соответственно, у него высокая огневая мощь, хороший уровень маневренности. И если выбирать между американским и немецким истребителем, да, то я бы выбрал американский, если выбирать между ними, да. Соответственно, немецкий бомбер лучше, чем советский. Но его нет смысла сравнивать с американским бомбером, потому что у них абсолютно разная направленность. Американский бомбер атакующий, да, его используют в атаке и в защите территории. А немецкий и советский бомбер, они защитные, больше защитные. Их используют для уничтожения вражеских козлов. О, подписчик, спасибо огромное, Евгенич, Евгенич Про, за то, что подписался на нас. Напоминаю, я записываю через ОБС. И каждый новый подписчик сразу появляется у нас здесь. Так вот, собственно, истребитель, да. Выбирая между советским, ой, немецким и американским, я бы выбрал американский. Но у нас есть советский истребитель, советский. И смотрим на него. 860 огневая мощь, а хотя у американского 870, да, уровень перехвата 138. Это на 20% меньше, чем у немецкого и на 10% меньше, чем у американского. Возможно, создание радиопомех у них у всех одинаковое. То есть они все эффективны против бомбардировщиков с точки зрения того, чтобы они наносили меньше урона. Здесь нет никакого общего показателя. Маневренность 264, да. Это на 20, на 30, нет, да, ну около 30, от 20 до 30% лучше, чем у немецкого. И на 10% лучше, чем у американского. Но у нас с вами есть, соответственно, ведьмачка, да, которая бустит маневренность. И 40% от 200, и 40% от 260 цифр гораздо больше. Все технологии, все ваши исследования, все герои, которые бустят маневренность, дают больше процентов, когда базовое значение выше. Нет смысла объяснять простые арифметические цифры, но вы должны понимать, что у этого самолета самая высокая маневренность. То есть количество уклонений, которые вы совершаете на этом самолете, намного выше. Теперь у нас есть с вами японка, которая делает ваш самолет неуязвимым на одну секунду в тот момент, когда наносит, точнее, после нанесения, да, в тот момент, когда наносит критический урон, да. То есть мы ставим ее, ставим ведьмачку, смотрим прошлый ролик, и видим, как сильно бустится авиация под этим. Я воевал и на 10, и 7, и 8 миллионных самолетах, когда не было 8.0, воевал на 7.2. Самолет без бустов имел 8 миллионов, 8,5 миллионов силы. Воевал против бустовых 10 миллионников на немецких истребителей под одинаковыми героями, не знаю насколько разные технологии, но истребителями всегда выхожу в плюс. То есть, соответственно, против двух, трех, четырех самолетов, чем больше у вас уклонения, да, тем меньше вы впитываете урона. Пока вы разберете один самолет, пока вы разберете второй самолет, вам надо как можно больше выжить. Есть такое понятие еще как, не будем забывать, как прочность авиации. Это тоже очень важный показатель, потому что количество здоровья очень сильно влияет. У нас 830, 238 тысяч у советского, соответственно, 270, 270 тысяч у американского, еще раз у советского 238, и, соответственно, у немецкого 292. То есть, а так, еще, так, 292. То есть, в прочность советского истребителя проигрывает. Проигрывает. Очень круто проигрывает. Но, как я говорил раньше, вы можете быть максимально жирным, но если у вас нет уклонения, толку никакого с этого. Поэтому, настоятельно рекомендую выбирать между истребителем, если брать, то это советский, следующий после него идет американский, следующий после него идет немецкий. Если выбирать по бомбардировщикам, первым идет немецкий, вторым идет советский, ну и, соответственно, американский, он идет и первым, и вторым, и третьим. У него абсолютно другая направленность. Он очень жирный. У него очень хреново с уклонением. По нему жестче всего проходит урон. Маневренность у него 120. Напомню, что 160 и 180 у других бомбардировщиков. И урон по нему проходит вообще просто моментально. То есть, чаще всего, если против серьезной авиации, он даже не долетает до поля боя. У него совершенно другая направленность. Он и летит медленнее, но это то же самое, что сравнивать, грубо говоря, грузовик МАЗ и легковушку, я не знаю, Мерседес. И то, и то машина, но они служат для разных целей. Один перевозит там товары, а на втором ты перевозишь свой ПОП. Понятно, что для цели перевезти товары Мерседес не подойдет, да? Но для цели перевезти свою ПОПу с комфортом отлично, лучше, чем МАЗ. Ну, тоже зависит от ситуации. Короче, максимально глупое сравнение. Бред не берите в голову. В целом, это все, что я хотел вам рассказать про авиацию. Настоятельно рекомендую ее прокачивать. Авиация сейчас, нынче у нас must-have. Берем первым истребителя. Первым делом любого, в любой класс берем истребителя. Точнее, если выбирать между истребителем и бомбером, да? Первым делом кончаем истребителя. Вторым делом уже выбираем либо еще один истребитель, да? Либо уже берем бомбардировщику. Там уже смотрите сами по ситуации. По героям я рассказывал в прошлом видео. И давайте до новых встреч как-нибудь еще увидимся. 19 сервер, дискорд, подписка, там все полагается. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...